Что сильнее убивает экономику Беларуси, на ваш взгляд, санкции западные или белорусы, которые отправляются в трудовую миграцию и не желают оставаться на рынке труда в стране? Очень сложно ответить однозначно на этот вопрос, потому что санкции Европейского Союза в отношении Беларуси, которые приняты в отношении экономики и каких-то отраслей, они бьют по одной части, а отток белорусов и трудоспособного населения бьет по другой части экономики. То есть если мы говорим про санкции от Европейского Союза, это в первую очередь санкции, которые затрагивают экспорт. Экспорт это у нас деревообработка, калийные удобрения, нефтепереработка, то есть те отрасли, которые были драйверами промышленности, экономики в прошлом и которые давали основной приток иностранной валюты в нашу страну, что поддерживало курс доллара и курса белорусского рубля. Сейчас мы всего этого лишены, мы вынуждены искать какие-то обходные пути и это тоже не всегда удачно удается. Если, например, брать калийные удобрения, то поставки по калийным удобрениям в прошлом году за 2022 год снизились почти в три раза. И если говорить о поведении властей, которые говорили, что мы будем переориентироваться на восток, мы будем продавать калийные удобрения в Китае, мы будем продавать в Африку, то оказалось все не так просто. Например, этим летом тот же Китай заключил договор, контракт с канадской компанией по цене за тонну калийных удобрений в два раза дешевле, чем предлагает Беларусь. Ну и естественно для Китая очень выгодно сотрудничать с Канадой, чем с Беларусью, потому что таким образом он избегает риска попадания под вторичные санкции. То же самое касается Африки. Как бы нам не казалось, что африканский континент заполнен странами, где правительство является диктаторскими режимами и они с удовольствием сотрудничают и с Россией, и с Беларусью, на самом деле это не так. Если в 2021 году мы экспортировали в Африку более полумиллиона тонн калийных удобрений и Беларусь занимала 40% доли калийных удобрений в поставках калийных удобрений в Африку, то уже к концу прошлого года эта цифра снизилась во много раз просто. То есть мы 40% занимали, сейчас только 2,8% на рынке Африки. Это такое огромное снижение, которое показывает, что как бы властям не хотелось переориентировать потоки экспортные, особенно по калийным удобрениям, это не получается. Санкции боятся не только какие-то развитые страны, которые торгуются всем миром, но и те страны, которые только на пути своего развития, развития своей рыночной экономики, и которые не хотят сталкиваться со вторичными санкциями, какой бы режим правления в той стране не был. И поэтому, конечно, санкции, которые приняты Европейским Союзом, они сильно бьют по экономике, по экспортной отрасли. Тоже самое касается древесины. Казалось бы, да, в прошлом году у нас было много сообщений, что через Казахстан ввозят белорусскую древесину в Европейский Союз. Но тут есть два фактора важных. Да, это было, какая-то часть вот этих вот подсанкционных потоков была прервана, но у нас есть главный конкурент, это Россия, с которой же мы сотрудничаем, и которая таким же образом пытается продать свою древесину и везти ее через Казахстан и другие постсоветские страны в Европейский Союз. И второй момент, это цена, за которую мы продаем эту древесину в Казахстан, либо каким-то подставным компаниям, неважно. В любом случае, эта древесина уже продается не по той цене, которую мы могли бы получать, продавая напрямую в Европейский Союз. И вот тут это самая главная проблема. И в принципе, те производители, которые занимались производством пиломатериалов, они очень сильно пострадали. А что касается производителей уже конечного продукта, там, например, мебели, то их санкции не очень сильно коснулись. Нефтепереработка. Тут, к сожалению, нет у нас никаких актуальных данных. Это скрывается и в России, и в Беларуси. По другим странам тоже очень сложно посмотреть эту статистику. Но однозначно, что потоки нефтяные снизились. Если нефтепереработка продается более сложно, ее более сложно, скажем так, доставлять, продавать. И опять же вопрос цены, потому что возрастают издержки продажи, потому что тебе нужно доставлять ее не напрямую, а какими-то огромными обходными путями и, соответственно, уже заработок совершенно другой на данной отрасли. И это то, что касается санкций от Европейского Союза. Если мы говорим про санкции, которые, так скажем, белорусы сами организовывают в отношении режима, приезжая... Можно я вас перейду секундочку буквально? Сейчас мы перейдем к этой части вашего месседжа. Но у нас опрос, мы запустили опрос, как думают наши зрители, интересно. Проголосуйте, пожалуйста. Что наносит экономике Беларуси больше ущерб? Санкции Запада или санкции белорусов, то есть отток населения? Белорусы, которые, ага, глянулись, дай-ка я наложу на вас свои собственные санкции, поеду, пойду в лес. Вот, и смотрите тогда. Да, ну, после того, как вы нам расскажете, что вы об этом думаете, тогда мы и результаты прочитаем. С результатами я поражаю, честно говоря. Ну, вот что касается, да, вернемся к разговору о санкциях белорусов. Если мы возьмем ту же IT-отрасль, о которой вы говорили до того, как я подключилась к вам, действительно, это такой большой удар по экономике Беларуси, потому что для сравнения промышленность, которая занимает у нас практически 25% доли в экономике, она еще летом давала плюс 1,2% к ВВП, а IT-отрасль, которая занимала 8% доли в экономике, давала минус 1,2%. То есть две отрасли, которые абсолютно настолько разные по доле в экономике, они друг друга нивелировали показателями. То есть о чем это говорит? На сегодняшний день белорусская экономика становится менее эффективна. Когда мы говорим про IT-отрасль, это у нас высококвалифицированные специалисты, которым необходим интернет и офис, за которые они сами оплачивают. Когда мы говорим про промышленность, мы говорим об огромных зданиях, активах, оборудовании, высококвалифицированном персонале, сырье, материалах, технологиях и так далее. То есть это огромный перечень необходимых ресурсов, без которых невозможно организовать процесс промышленного производства. И тут нужно понимать, что если у нас была, по крайней мере сейчас уже нельзя сказать, что есть, у нас была отрасль, которая ничего не требовала и давала такой же плюс, как промышленность, то просто глупейший шаг уничтожать эту отрасль. Но, к сожалению, это происходит. Ну, кто же ее уничтожает? Что мы с вами здесь обсуждаем? Пожалуйста, приезжай, работай. Парк высоких технологий. Налоги мы им убрали. Что не так? Магазины есть, автомобили есть, квартир понастроили. Что не так? Что мы убиваем? Кстати, налоги им подняли, кстати. Уже они платят, как все налоги. Головченко. Да. Вот даже, видишь, налоги как всем уже уравняли. Даже лучше условия еще ставят. Теперь вы ничем не отличаете. Сравнили их, да, со всеми остальными. Да. И, в принципе, у нас в экономике так постоянно происходит. Та же транспортная отрасль, которая тоже пострадала очень сильно из-за санкций, из-за того, что многие люди, которые работали в транспортной отрасли, дальнобойщики, они уехали в соседние страны и работают теперь там. И из-за этого транспортные услуги у нас страдают в Беларуси. То есть количество оказываемых этих услуг просто значительно снизилось. То же самое можно также сравнить со сферой торговли. То есть если у нас торговля там занимала долю 10%, а транспорт 4%, то они постоянно друг друга, они давали одинаковый прирост к ВВП, эти отрасли. И так, в принципе, по всей экономике. И когда мы говорим, что у нас происходит отток занятого населения, мы говорим о том, что мы сейчас ставим под удар, ну не мы конкретно, да, а правительство Беларуси своими мерами, законами и вообще режимом, который они ведут внутри Беларуси. Они ставят под удар не только, скажем так, то, что происходит и общее развитие экономики Беларуси, но даже если брать сегодняшнюю ситуацию, вот сегодняшний день, как белорусская экономика развивается. Сейчас прирост происходит за счет дешевых кредитов и за счет старта импортозамещающих проектов, которые вроде бы начали строиться, то есть у нас идет прирост по строительству, начинает что-то производиться для военно-промышленного комплекса, и мы это продаем в России, тоже у нас идет прирост к ВВП. И когда мы говорим о том, что нам необходимо создавать эти проекты, нам кто нужен? Деньги есть, вроде бы, да, Россия дает эти кредиты нам на строительство. Но людей нету, все верно. Что бы вы ни делали, если у вас есть здание, у вас есть оборудование, но если у вас некому работать на этом производстве, вы не сможете ничего производить. А просто так нанять людей обычных там с улицы без образования соответствующего невозможно на такие производства, потому что чаще всего они связаны с технологиями. Да, обычный персонал, где там такой примитивный ручной труд, можно найти людей, особенно там, например, в регионах где-то. Но если мы говорим про специальности инженеров, про людей, которые будут обслуживать это оборудование, настраивать автоматизацию этого производства, то мы говорим о высококвалифицированных специалистах, которые уезжают из страны. Но, естественно, есть еще и косвенные последствия, которые вроде бы никто никак не замечает, но когда у нас сокращается занятое население в экономике, у нас сокращаются налоговые поступления, у нас ухудшается социальная сфера. Если мы вспомним 20-й год, когда началась пандемия, что людей возмутило? Почему люди начали выходить на протесты? Потому что стал буквально вопрос жизни и смерти. Люди не понимали, что происходит. Кто будет их защищать? Именно в вопросах здравоохранения. А государство тогда сняло с себя полномочия, сказало, что ничего нет. Именно. И сейчас может произойти такая же ситуация, потому что у нас уезжают не только IT-специалисты, не только инженеры. У нас уезжают учителя, у нас уезжают врачи. И это как раз таки та социальная сфера, которая напрямую и очень часто касается непосредственно жизни людей. То есть они идут на работу, заболевают, им нужен доктор. Но когда ты живешь в небольшом городе, где там 100 тысяч населений, ты понимаешь, что у тебя нет узкоспециализированных специалистов в поликлинике, ты начинаешь задумываться о том, а где эта бесплатная медицина, о чем вообще это социальное государство. То же самое ты ведешь ребенка в школу, и ты понимаешь, что его там учат просто безобразным образом, либо некому его учить абсолютно. Ты тоже начинаешь задумываться. То есть это конкретно вопрос уже выживания, как твоего рода, твоего человечества. Вы уверены, что люди начинают задумываться? Вот у нас до вас в эфире была женщина, которая обратилась к Александру Григорьевичу Лукашенко, потому что у нее там стены трескаются в общежитии. Она не понимает, за что она платит ежемесячно 150 рублей. У нее не складывается 2,2. Ей кажется, что Господь Бог дал ей эти трещины, а Александр Григорьевич, он может этот вопрос решить. Ну потому что чиновники, они же всегда были плохими при любой власти и во все времена. А вот Александр Григорьевич, он может решить. То есть, вы говорите, задумываются люди. Ну и что, о чем они задумываются? О чем они думают? Они, конечно, задумываются. Просто, конечно, другой вопрос в том, кого они обвиняют в этом. И благодаря пропаганде белорусской по телевидению, где у нас ежедневно происходит вот это вот... На все обозрение порка чиновников, что вот ты виноват, ты будешь уголен, ты пойдешь в отставку и так далее. Там Головченко угрожает, что не выполнишь показатели и пойдешь в отставку в конце года. Благодаря как раз таки этому нарративу, этому посылу, и люди и думают, что ну у нас же вот Александр Григорьевич хороший, а остальные все плохие чиновники и воруют как раз таки на местах. Но воруют и происходит весь беспредел только на верхушке. На местах люди очень боятся вообще это все... производить какие-то манипуляции с государственными деньгами. А вот как раз таки верхушкой это ворует. Но это все со временем у людей накипает. Люди тоже не сразу приходят к каким-то решениям, к каким-то кардинальным мерам, к каким-то, скажем так, вот когда ну все накипело, и я сейчас взорвусь, и вот я понимаю, что уже ну дальше уже некуда. Когда будет вопрос жизни и смерти, когда, не дай бог, кто-то не сможет спасти своего ребенка либо какого-то близкого из-за того, что не хватает докторов, хирургов в больницах, вот тогда людям будет плевать, поверьте, на то, что им за это будет, какие репрессии в отношении будут производиться, если они начнут возмущаться. Они начнут возмущаться. И это совсем скоро будет, потому что, к сожалению, ситуация идет именно к этому. Хорошо. Отток каких специалистов сейчас наиболее сильно бьет по делам в экономике? Это люди, которые создают допстоимость, да, то есть люди, которые способны на идеи, предприниматели? Или это именно, вы говорили об этом уже тоже, или это именно квалифицированные рабочие, работники, которые, ну, с образованием, которые что-то могут и умеют руками, там, условно говоря? Или тут микс такой, мешанка? Да, тут все вместе, потому что любой бизнес невозможен без тех людей, квалифицированных кадров, которые могут что-то придумать. Поэтому, если мы говорим об этом, то и предприниматели очень важны, которые самостоятельно могут работать, создавать рабочие места, финансировать, продумывать проекты, которые могут изменить будущее, развивать города, развивать, в принципе, бизнес, да, и экономику. И очень важны те люди, которые могут выполнять эту работу, да, в том же бизнесе, потому что одно без другого не может существовать. Поэтому тут бьет все вместе. Ясно. Поставьте, пожалуйста, лайк, Алисе. Не нам, упаси бог. Алисе. Смотрят более 2600 человек и всего лишь 613 лайков. Вот они в какие математические рамки не укладываются. Да нет, не годится, конечно. Это белорусская экономика какая-то. Бухгалтерия, голубченко. Ну, что это вообще происходит? Хорошо. Какая сфера, на ваш взгляд, может быть, вы знаете, какая сфера пострадала больше всего? Вы говорили об IT, говорили там о врачах. Вот на первом месте. Где скоро все вообще? Капец. Ну, первое место IT, второе место торговля. Торговля? Да, в торговле все очень плохо, потому что, если смотреть по статистике, в торговле идет там рост объемов производства и так далее. Но по факту 90% предприятий торговли на сегодняшний день убыточные либо низкорентабельные. То есть, это рентабельность в пределах 1,5-2%. Это фактически ее просто выводят на бумаге, эту рентабельность, приближенную к нулю, чтобы не показывать минус. Но 90% предприятий работает либо в убыток, либо в ноль. Там происходит тоже огромный отток персонала, там происходит снижение зарплат. Все предприятия торговли просто сверхзакредитованы. Порядка 40% выручки им приходится выплачивать ежемесячно на погашение кредитной задолженности. То есть, если мы говорим, что мы что-то производим и потом это продаем, там любой продукт питания, либо какой-то бытовой химии, либо какой-то промышленный товар, то обычно на издержки уходит около 70% себестоимости. Не себестоимость, а всей выручки. То есть, на себестоимость, именно на производство, уходит 70%. А когда у тебя 40% ты должен платить за кредиты, у тебя, грубо говоря, не остается денег вообще на то, чтобы производить что-то, не говоря уже о том, чтобы развиваться, вкладывать и реинвестировать эти деньги в какое-то развитие, в новое производство, в усовершенствование производства. То есть, как раз таки сфера торговли, у них очень плохо сейчас дела обстоят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова